В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. День воинской славы. Сегодня исполняется 70 лет со дня завершения Второй мировой войны. Дружба народов. Самара расширяет сотрудничество с Болгарией. Горьким помянуто. Самарская публичная библиотека рождается заново. 70 лет назад, 2 сентября 1945 года, Япония подписала акт о полной капитуляции, и этим была поставлена точка во Второй мировой войне. В день воинской славы в Самаре чествуют ветеранов войны, ковавших победу и на Западе, и на Дальнем Востоке. Отдавая дань памяти погибшим во время войны и тем, кто вернулся домой, но не дожил до наших дней, руководители области и города возложили цветы к Вечному огню на площади славы. Заслуженные поздравления ветеранов Второй мировой войны принимали в окружном доме офицеров. Подробнее Марина Матвейшина. Каждый день 20 километров до военкомата и обратно, и так больше месяца. Медсестре Евдокии Бишук очень хотелось попасть на фронт и защищать родину. А она пошла. Евдокия Андреевна освоила новую профессию и водила грузовик на фронте до самой победы. В мае 45-го долго ждала, когда же ее отпустят домой. Но пришел приказ всем на восток. Для ветеранов-дальневосточников день окончания Второй мировой войны – дата особая. Они защитили не только свою родину, весь мир спасли. С праздником ветеранов поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Наша страна, на самом деле, я уже сказал, великая. Она способна на все. И наше молодое поколение сегодняшнее сделает все для того, чтобы мы жили под мирным небом. Страна была наша независимой. И плодами, и дарами всем, чем наградил Бог нашу землю, пользоваться будут свои люди, наши, россияне. С праздником вас! Участники войны, которые и сейчас трудятся в ветеранских организациях, ведут активную общественную жизнь, получили от губернатора почетный знак и денежную премию. Завершилось торжество праздничным концертом. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Тишина на три дня объединит Самарскую область. Первый международный фестиваль антивоенного кино покажет 16 фильмов о Второй мировой войне, созданные режиссерами стран, чьи посольства находились в эвакуации в Куйбышеве. Показы фильмов пройдут в 44 высших и среднеспециальных учебных заведениях региона. Международный фестиваль кино адресован в первую очередь молодежи. Тем, кто столкнулся с войной, пусть даже через отцов и дедов, ничего объяснять не надо. Война не только уносит жизни, она ломает судьбы, меняет людей и рушит их взаимоотношения. Они передают именно те настоящие исторические отношения, которые проявляются в ходе таких тяжелейших испытаний, как война, более такая крупная, как Вторая мировая. Люди в них показывают все самые свои хорошие и плохие стороны. Тишина, цена которой жизни миллионов людей. На фестивале антивоенных фильмов свой взгляд на мировую трагедию представили режиссеры Норвегии, Германии, США и Италии. В каждом эпизоде надежда на мир. Когда мы смотрим фильмы про войну, мы понимаем особенно ценность мира. Тишина – это образ, это образ мира, мирного неба над головой, да, потому что звуки тишины, они особенно отчетливо слышны, когда мы слышим грозовые раскаты войны. Международный фестиваль не случайно проходит именно в Самаре. Куйбышев в военные годы стал центром промышленной жизни страны. Его жители, не жалея себя, приближали великую победу. Традиция нашего города, то патриотическое воспитание, тот патриотический дух, который присутствовал и присутствует в наших гражданах, очень сильный. Знание о том, как это было, каким последствиям это привело, вот эти все трагедии, эти военные действия, оно должно быть, конечно, у каждого поколения. Увидеть антивоенное кино смогут все желающие. В течение трех дней фильмы покажут во всех вузах Самары. 3 сентября их можно будет увидеть в музее Алабина. Вход свободный. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Первой площадкой, где были показаны фестивальные фильмы, стал Самарский государственный университет. На просмотр приехали почетные гости, представители посольств Греции, Болгарии и Австралии. Во время войны австралийский дипломат потратил три месяца, чтобы добраться из Австралии до Куйбышева. Сегодня Полу Мартину, второму секретарю посольства Австралии, для этого понадобилось не более суток. Это действительно большое честь для Австралии участвовать в этом важном фестивале. Ни одной стране не нужна война никогда. И Австралия, и Советский Союз, мы были союзники во время Второй мировой войны. Для нас это очень важно вспомнить, что мы сотрудничали много в истории. Сотрудничество между Самарой и Болгарией получит новый виток развития. Будут совместные проекты в сфере судостроения и судоремонта, промышленного машиностроения, туризма и даже паломничества. С такими предложениями выступил посол Болгарии в России на встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым. В республике уже разработаны маршруты для молодежи по местам боевой славы, где русская армия сражалась совместно с болгарским ополчением. А православные верующие из Болгарии хотят приезжать на экскурсии в русские храмы. Продолжают крепнуть и экономические связи. Торговый оборот за первые полугодия 2015 года составил более 3 миллионов долларов. И новые инвесторы заинтересованы в создании производств в областной столице. У нас есть бизнесмены, люди, которые хотят инвестирую в СССР, в области бытовой химии, в области фармацевтики, фазметики. Думаю, что мы встречаем хороших партнеров в лице администрации. Надеюсь, что вы поддержите все эти идеи. Нас связывает не только общая историческая память, но и многолетнее опыт сотрудничества в сфере культуры, образования, промышленности, экономики. Мы рады, что события, которые происходят сейчас в мире, не сказываются на развитии наших отношений. Мы ценим вот такой ваш подход. Крепкую дружбу Самары и Болгарии и сегодня олицетворяет Самарское знамя, копию которого привезли на встречу с болгарской делегацией. Самарское знамя – один из символов вооруженных сил Болгарии. Полотно вышло монахинями Иверского женского монастыря. Жители Самары подарили болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Оригинал знамени хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. В следующем году в Самаре отметят 50-летие присвоения одной из красивейших улиц Самары имени Стара Загора. В следующем году здесь планируется начать благоустройство бульвара. На юбилей пригласили и гостей из Болгарии. В свою очередь болгарская делегация преподнесла Олегу Фурсову награду «Самарский крест», который вручают за весомый вклад в развитие русско-болгарских отношений. В Самаре стартовала процедура досрочного голосования на выборах депутатов районных советов. Сделать свой выбор заранее жители города могут на своих избирательных участках. Все участковые комиссии полностью готовы. Досрочное голосование продлится до 12 сентября. Клара Мехкова проголосовать решила досрочно. Сентябрьские выходные проведет на даче. Пока погода позволяет, нужно успеть собрать урожай. Проголосовать на выборах районных депутатов для ветерана труда – дело обязательное. От каждого жителя Самары зависит, какой будет власть в районах, а значит и как будет развиваться город. Новый у нас губернатор старается для людей. Будут районные депутаты. Все это идет к лучшему. И, вероятно, и жизнь будет лучше. Процедура досрочного голосования на выборах депутатов районных советов стартовала на всех избирательных участках города. Состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, прописанные в законе, дают право сделать выбор заранее. Подтверждать их не обязательно. Достаточно указать в специальном заявлении. А на избирательный участок прийти только с паспортом. Десять дней, соответственно, со 2 по 12 сентября, избиратели вправе проголосовать досрочно в помещениях участковых избирательных комиссий. То есть именно там, где они проживают, это, я думаю, им будет наиболее удобно. Бюллетени после голосования запечатывают в непрозрачном конверте. На нем ставят подписи два члена избирательной комиссии. Скроют конверты в день официального голосования, 13 сентября. На время досрочного голосования до 12 числа избирательные участки будут работать с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 16 часов в выходные. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Неоплаченные долги могут серьезно испортить отпуск. Служба судебных приставов проводит социальную акцию «Долженик». Зачастую задолжавшие крупные суммы денег не хотят платить, но средства для отдыха запросто находят. Исполнительные листы злостным неплательщикам вручают буквально в купе поезда. С подробностями Марина Кравцова. Провожать в отпуск на юг прямо к поезду пришли судебные приставы. Вместе с пожеланиями доброго пути вручают исполнительный лист. Эта семья задолжала банкам больше трех миллионов рублей. Разыскать неплательщиков приставам удалось лишь на вокзале. Так проходит акция «Должник». Выявляем блажников, у которых имеется задолженность и которые собираются поезжать, так скажем, на отдых. У которых нашлись деньги на покупку билета, путевок, отдохнуть, но не нашлись деньги на погашение задолженности. У них есть пятидневный срок для добровольного исполнения требований, исполнительных документов на погашение задолженности. Вернуться домой лучше пораньше и заплатить долги в течение пяти рабочих дней. В противном случае придется платить и исполнительский сбор – 7% от суммы долга. Затем приставы могут вручить требования и при его неисполнении составят административный протокол. Вот так отпуск может начаться с напоминания о том, что долг платежом красен. Продолжится путешествие, только если оно в пределах Российской Федерации. А вот тем должникам, которые соберутся за границу, поездку придется отложить до момента, пока не будут погашены все задолженности. Спасти свой отпуск, не остаться с билетом в руках в аэропорту довольно просто. Узнать о своих долгах можно через интернет. Зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вбив свои паспортные данные, то есть это имя, фамилия, отчество и дата рождения, уточните, есть ли у вас долги. Если долг превышает 10 тысяч рублей, то по решению суда выезд за границу этого гражданина уже запрещен. Заплатить по счетам лучше заранее, недели за две до вылета в другую страну. Тогда сюрприза в виде встречи с судебными приставами удастся избежать. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Не разводить демагогию, а закатав рукава, выйти, чтобы облагородить свой двор. Только так можно быстро и качественно решить проблемы наведения порядка на придомовых территориях. Жители советского района из тех, кто не жалуется, а действует. На общественных слушаниях по вопросам благоустройства люди не только задавали вопросы, но и делились опытом. В советском районе Самары проживают больше 170 тысяч человек. Бок о бок с новостройками хрущевки, в которых долгие годы не было никакого ремонта. Асфальт во многих дворах развалился, детские площадки пришли в негодность. Об этом говорят люди на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». С появлением в городе общественных советов ситуация начала меняться. Просьбы населения слышат, берут на карандаш, бытовые проблемы решаются. Мы завозим жителям чернозем за свой счет, мы завозим жителям песок за свой счет и мы завозим жителям ограждение. Но с одним условием, что жители его установят сами, потому что мы считаем, что мы должны это делать вместе с жителями. Совместная работа власти и жителей приносит ощутимую пользу. Активные и неравнодушные самарцы, которые любят свой город и хотят участвовать в его развитии, в первую очередь могут рассчитывать на помощь общественных советов. Вечером молодые папашки, у которых дети, даже у кого нет детей, они вышли и лопатками разбросали. Это я вам говорю точно. Чернозем, привезли, опять же, возле подъезда, вышли, ну не весь, конечно, подъезд вышел, а кто дома сидит, вышли, разровняли. Все, посадили цветочки. В столице региона 13 сентября состоятся выборы депутатов в районные советы. Самарцам предстоит сформировать команду созидания, которая будет работать на благо города и его жителей. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. С Самарской публичной библиотеки сняли строительные леса. Библиотека буквально переживает второе рождение. Именно о ней написал свой филетон Максим Горький. Когда туда пришел писатель, там было очень многолюдно. Он сел на подоконник, ему сказали, что он сел на чью-то шляпу, а когда он в смущении вскочил, его место тут же заняли. Сейчас в библиотеке идет реставрация. Чем порадуют любители старины, узнавала Марина Матвейшина. Оригинальные кирпичи со штампами 1879 года свидетельствуют о времени постройки здания. Самарская публичная библиотека располагалась на улице Дворянской и занимала весь второй этаж дома купца Христензена. На первом этаже был магазин, на третьем сдавались квартиры в наем. В библиотеке часто бывал Петр Владимирович Алабин. В это здание приходило как читатель сестра Ленина Анны Ириничной Ульянова Елизарова. Эту библиотеку посетил Горький, которому, правда, не повезло. Он сел на стеклянную витрину, провалился и после этого не полюбил библиотеку. Но Самара ее любила. По отзывам словаря Бракгауза и Ефрона, самой авторитетной дореволюционной энциклопедии, Самарская публичная библиотека считалась лучшей провинциальной библиотекой того времени. Публичная библиотека была настолько популярна, что сидеть было просто негде. Читатели располагались даже на подоконниках. Кстати, когда во время реставрации строители меняли окна, Сняли слой краски из подоконника и обнаружилось, что он сделан из мрамора. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания. Заменили крышу и соорудили световой фонарь. Сейчас к реставрации готовят интерьер помещений. Заказали стилизованные под ту эпоху обои. В библиотеке хранятся раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. У нас неплохой фонд революционной литературы. И после реставрации нашей музейной зоны мы его будем открыто предоставлять. Подержать в руках, полистать. Да, конечно, домой мы ее не отдадим, потому что, понятно, это очень ценная литература. Но ознакомиться обязательно, да. Уже в декабре этого года обновленная публичная библиотека откроет двери читателям во всей своей красе. Она будет интересна не только просто читателям, а в том числе, как и музейное пространство города, в котором бережно будут сохраняться все лучшие традиции, заложенные Петром Алабиным и Константином Карловичем Льготом по развитию библиотечного дела и сохранению уважительного отношения к книге. Стоит отметить, что и во время реставрационных работ библиотека открыта для читателей. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. В железнодорожном районе Самары готовится к открытию центр настольного тенниса «Первая ракетка». Ультрасовременный спортивный зал, 15 столов, тренажерный зал и комфортная инфраструктура. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Сегодня это современный спортивный объект европейского уровня, а еще недавно в этом помещении работал автосервис. Более 300 квадратных метров, 15 столов, трибуны, комфортные раздевалки и кафе. Построил для Самары теннисный центр частный инвестор. Этот объект не является каким-то бизнес-проектом компании. Это проект чисто фановый, чисто проект, ну я без пафоса могу сказать, наполовину социальный даже. Ни в коем случае не элитный объект, объект для массового спорта. Таких залов в Самаре и в области не было никогда. В России можно пересчитать по пальцам одной руки. Дети и взрослые, ветераны спорта и новички. Каждый найдет здесь квалифицированного тренера и достойного партнера по игре. Начинающему теннисисту, в первую очередь, какие-то базовые знания, навыки. То есть от 8 до 14 лет контингент будет такой, самых маленьких. То есть понимание вообще, что такое настольный теннис. Плюс не только в теннис будут играть, а физически развиваться, то есть разносторонние. Чтобы он мог пойти на роль физкультуры, там потянуться, отжаться. Теннисный центр – объект многофункциональный. Первая ракетка планирует проводить соревнования от районного до международного масштаба. А также физкультурные праздники для городских предприятий. При необходимости зал можно трансформировать в волейбольную площадку. Для желающих улучшить физподготовку, здесь есть спортивные снаряды. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, События. Я продолжаю отмечать лучшие снимки, которые вы, дорогие друзья, присылаете на конкурс нашего телеканала «Самара-429». Пользователь с ником «Хикароид» прислала вот такой замечательный снимок. Вид Самары с несущегося по Волге катера. Она пишет, что никогда не бросит Самару, потому что в ней живет разный народ и город хороший. Удачи в конкурсе «Хикароид», а новые снимки с хэштегом «Самара-429» можно выкладывать в Инстаграм до 10 сентября. Победителей мы наградим подарками от нашего партнера «Ситилинг Самара» 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Желаю всем удачи и жду новые фотопризнания в любви к Самаре. А теперь новости экономики. Ничто не дается нам так дорого и не ценится нами так дешево, как наша зарплата. Портал HeadHunter составил список из 10 самых дорогих предложений месяца на рынке труда. Первую строчку рейтинга заняла вакансия директора по маркетингу и рекламе с заработной платой до 300 тысяч рублей. На втором месте должность операционного директора филиала с зарплатой до 300 тысяч рублей. Обычному директору филиала предлагают до 180 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам коммерческой недвижимости. Главный специалист отдела поддержки бурения в режиме реального времени может рассчитывать на 120 тысяч рублей. Меньше всего 80 тысяч рублей предлагают региональному юристу и руководителю филиала в сфере автобизнеса. Что касается общего числа предложений в августе в Самаре, то их стало меньше на 7%. Аэрофлот выкупит TransAero. Авиагигант намерен выкупить 75% акций TransAero, которые сейчас испытывают жесточайшие финансовые проблемы. Сделка ждет одобрения от правительства. По слухам, гендиректор и совладелица авиакомпании Ольга Плешакова вскоре покинет компанию. Поддержку TransAero по-прежнему оказывают туроператоры – Библиоглобус и НТК Интурист. А недавно появилась информация о том, что Аэрофлот оценил TransAero в 1 рубль. Не очень оригинально, так как в свое время BMW купил ровер за 1 фунт стерлингов. А потом понятия не имел, что с ним делать. Курс доллара на 3 сентября – 66 рублей 67 копеек. Курс евро – 75 рублей 9 копеек. Золото стоит 2443 рубля за грамм. Серебро стоит 31 рубль 21 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 50 долларов 13 центов за баррель. Это все новости экономики. И я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккеисты ЦСК ВВС поборются за кубок губернатора Тамбовской области. Чемпионат страны по легкой атлетике выиграли ветераны спорта. Тольяттинские фигуристы в тройке призеров юниорского гран-при. В Риге завершились соревнования танцевальных пар на юниорском гран-при по фигурному катанию. Самару представляли Софья Евдокимова и Егор Базин. После короткой программы тольяттинский дуэт оказался четвертым. Произволка помогла фигуристам завоевать бронзовые медали. Чемпионы – россияне Бетина Попова и Юрий Власенко. Серебро у французов – Анжелики Абачкиной и Луи Торрен. Очередное успешное выступление сборной Самарской области на чемпионате России по легкой атлетике. Ветераны в Челябинске завоевали 44 медали. 21 золотую, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. В беге на средней длинной дистанции, в беге с барьерами, в прыжках в длину и высоту и в толкании ядра. В командном зачете Самарская область стала восьмой. Такое же место у Тольятти среди городов. Самарские военные летчики отправились в Тамбов разыграть Куба губернатора. В турнире за трофей поборются команды высшей хоккейной лиги. Кроме ЦСК ВВС, это еще Саранская Мордовия, Смоленский Славутич и Тамбов. Чемпион определится за три дня. Болельщики, которые не смогут посмотреть хоккей с трибун, увидят все матчи первенства на официальном сайте Тамбовчан. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Нам требуются профессиональные журналисты и телеведущие. Свое резюме присылайте по адресу info.sobaka.samaragis.ru Внимание! Телеканал Самар Гис теперь доступен жителям Третьей Просеки, а также микрорайонов Крутые Ключи и Шведская Слобода. Настройте Самар Гис в кабельной сети EGS Telecom на частоте 255 и 25 МГц. Или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Всего доброго! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!